Обсудим эту экономическую ситуацию с Игорем Яковенком, это российский журналист и социолог, он с нами на связи. Доброе вам утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну после такой информации, в общем-то, можно сделать, наверное, вывод, что не лукавят эксперты-экономисты, когда говорят, что с экономикой России действительно все очень плохо. Поэтому бюджет от ресурсов, чем обычно питался, уже не сможет наполняться. Импортозамещение, как таковое, не работает. Так откуда же все-таки будут брать? Потому что мы понимаем, что в других странах адекватных можно брать в международных институциях в долг эти деньги. В России такой фокус не пройдет. Есть ли у них откуда брать деньги для того, чтобы перекрыть недовольство населения, если оно вообще практически возможно? Ну есть такая невеселая история, когда отца семейства алкоголика уволили с работы, он приходит домой, его сын спрашивает, папа, ты будешь меньше пить? Он говорит, нет, сынок, ты будешь меньше есть. Вот и вся история, если коротко. А если немножко развернуть, то только что мы все с огромным вниманием наблюдали визит Зеленского в Вашингтон, где сразу же после его отъезда Сенат одобрил выделение Украине помощи в размере 45 миллиардов долларов. Это один из многих источников. Понятно, что многое там пойдет на оборону, но не все. Там есть и просто помощь Украине. То есть это сопоставимые вещи с российским бюджетом, с российскими тратами на оборону, на войну и так далее. Значит, никаких возможностей для заимствований у России нет. У России есть одна единственная возможность. Это сокращать... Ну вот на сегодняшний момент бюджет был принят. Треть бюджета это война и силовые структуры, безопасность. То есть, ну это на самом деле фантастический бюджет. Фантастический милитаристский бюджет. Не будет хватать, безусловно, урежут еще образование. Ну а зачем образование? Оно зачем? Ведь Путин же ясно сказал, какие версии жизни, продолжение жизни у россиян. Либо ты умрешь от водки и наркотиков, либо отдашь свою жизнь Путину непосредственно и умрешь на войне, ляжешь в украинский чернозем. Зачем нужно образование? Зачем нужна медицина? Все равно, в общем-то, цель одна. Родился, вырос, пошел на войну, умер. Какой смысл? То есть, на самом деле, ну все достаточно прозрачно и очевидно. Ресурс один. Уменьшение всех статей бюджета, кроме военной и спецслужб. Вот и все ресурсы. Что же касается возможностей населения протестовать, то история твердо учит одному уроку. Ну, нескольким урокам. Но, в частности, вот один из важнейших уроков, это то, что не существовало никогда в истории человечества тоталитарного фашистского режима, который бы оказался свергнут в результате внутренних протестов. Такого не бывает. Варианты только одни. Либо тяжелое полное военное поражение, либо второй вариант – это смерть диктатора. Других вариантов нет. Поэтому, да, народ будет недоволен, но куда, когда все деньги идут и очень большие средства идут на укрепление силовых структур, репрессивного аппарата, никаких шансов на успешный протест не существует. Продолжение ваших слов. Кстати, хотелось бы привести цифры, но перед этим дополню, что там Путин еще говорил не только о наркотиках и алкоголе, он еще о ДТП говорил. Можно погибнуть в ДТП, либо на войне. Так вот, по поводу бюджета. Его называют бюджетом опричника. Это государственная смета России, которую эксперты платформы Рераша так обозначили. Начиная со следующего года на телохранителей путинского режима будут тратить все больше и больше. ФСБ, МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Росгвардии, армии и другим силовикам с подачи хозяина Кремля в следующем году достанется почти вдвое больший кусок денежного пирога. 4 триллиона 600 миллиардов рублей. На секундочку, это цифра. А вот на школы и больницы, например, больше денег в российском бюджете не предусмотрено. Кроме того, смету начали формировать еще до того, как была объявлена мобилизация в России. А значит, большая часть трат не учтена, отмечают аналитики. В связи с этим я хотел бы у вас уточнить. Много говорилось о том, что на силовиков тратится колоссальное количество денег. Только что озвучил эту цифру, просто не укладывается у меня на самом деле в голове. Но означает ли это, что при таких затратах на силовиков, на армию, на ФСБ, вообще на полицию и так далее, на Росгвардию, означает ли это, что Путин себя может обезопасить? Что вот этих денег, которые платят, не знаю, можно их назвать ли опричниками или нет, скорее, нет, это все-таки внутренние граждане России, которые защищают в том числе Путина. Означает ли это, что он находится в безопасности? Ну, прежде всего, вы абсолютно правы были, когда назвали эти структуры опричниками, потому что в Московском царстве, когда Иван Грозный создавал опричник, это тоже были его подданные, а не какие-то иностранцы, имеется в виду все эти, Малюты Скуратов, Басмановы и так далее, значит, так что здесь как раз это, безусловно, опричник. То есть, какая-то часть силовых структур, которые выведены за пределы Министерства обороны и составляют отдельные какие-то войска, имеющие, вы, кстати говоря, не упомянули, важнейшую структуру это ФСО. Вот это все более усиливающаяся структура, я думаю, что она по своему боевому потенциалу, пожалуй, что и превосходит ФСБ, скорее всего. Значит, это вот как раз личная гвардия, персональная личная гвардия Путина, никому кроме него не подчиняющаяся. Значит, ну, что касается безопасности, то, в общем-то, я думаю, что главная опасность путинскому режиму на сегодняшний момент представляют те процессы внутри силовых структур, которые уже пошли. Прежде всего, те процессы, которые пошли уже в армию. Потому что, в общем-то, украинский синдром, который в армии нарастает, это недовольство военнослужащих от того, что с ними происходит, что их посылают на убой. Вот это вот главная опасность. Это, ну, одна из главных опасностей. Еще раз говорю, что я думаю, что по мере успехов украинской армии, по мере того, как Украина будет освобождать все больше и больше территории и будут уничтожаться все больше и больше российских военнослужащих, недовольство в армии будет нарастать. Когда этот процесс закончится каким-то обрушением российского государства в смуту, как раз мы возвращаемся к опрещению. Что было после опрещения? Смута. Вот когда этот процесс произойдет, вот этот слом российского государства, это предсказать невозможно. Путинский режим оказался несколько более устойчивым, чем я, например, ожидал. Я думал, что все-таки какая-то трещина пойдет уже после Херсона. Но выдержал. Выдержат ли Крым? А имеется и два освобождения Крыма. Не знаю. Надеюсь, что нет. Потому что с Крыма все это началось. И, в общем, может быть, что Крым все это закончится. Вот речь идет именно о том, что главную опасность представляют не протестующие, а сами силовики. Потому что это люди с оружием. И мы помним, какую опасность представляли для Российской империи в 1917 году те люди, которые выбежали из окопов и массово дезертировали с фронта, пришли в Питер и стали там горющим материалом для переворота, для смута, для гражданской войны. Вот это главная опасность. Когда мы сейчас говорим о ценах, я смотрю подсчеты издания Forbes за последний ракетный обстрел. Россия за 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов, около 70, общая сумма которых по подсчетам издания составляет от 400 до 500 миллионов долларов. Насколько это соизмеримо с годовым бюджетом небольших областей российских. И мне интересно, зная эти цифры, есть возможность эти цифры слышать у российского общества и сопоставлять стоимость тех же школ, про которые мы сейчас говорим. Не возникают ли вопросов, может быть это риторический вопрос, но тем не менее, не возникает ли это вопросов, с чем сражаются на территории другого государства за такие деньги, не имея возможности повезти детей в отапливаемую школу? Вы в своем тексте произнесли слово, которое в России не имеет под собой обозначаемого объекта. Это российское общество. Вот это слово не имеет обозначаемого объекта. Нет такого объекта в России. И нет субъекта такого в России, как российское общество. Есть население, есть граждане России, это точно есть. Во что они объединены? Они объединены в популяцию, то есть в некую совокупность людей, не имеющие субъектности. Нет возможности. Вообще в России просто никогда в истории моей страны, начиная с московского царства, никогда не было ни одного случая, когда власть менялась бы на выборах. А именно это является одним из таких вот обществообразующих механизмов. Ни разу не было. Вот вы не сможете привести ни одного примера, когда власть менялась бы на выборах. Именно большая, серьезная власть, верховная власть. Сколько в Украине сменилось за время путинского режима президентов? И просто сравните, в чем разница между нашими странами. Поэтому, значит, какие-то, какое-то недовольство... Да, действительно, цифры, которые вы приводите, они совершенно чудовищны. Они способны были бы вызвать возмущение, если бы было два условия. Во-первых, если бы была свободная пресса, она бы информировала. Если бы на государственных каналах были не Соловьевы и Скобеевы, а нормальные журналисты, они бы ставили вопросы серьезные. И второе, если бы была возможность смены власти, какая-то цивилизованная, либо путем выборов, либо даже путем восстания. Ни той, ни другой возможности не существует в России. Поэтому можно делать все, что угодно. До тех пор, пока, так сказать, не настанет обрушение, прежде всего через отношения силовых структур. И я бы хотел сейчас процитировать статью The Times, которая пишет о том, что Путин ослабил российскую экономику и вооруженные силы до такой степени, что стране может потребоваться до 30 лет, чтобы восстановить свой статус сверхдержавы. Ну, не знаю, был ли этот статус. Но так, по крайней мере, считают западные официальные лица. Тоже приводят цифру более чем 100 тысяч российских солдат и офицеров, которые погибли в Украине. И Кремль потратил четверть своего годового бюджета на войну. И еще буквально несколько цифр, что Киеву удалось уничтожить половину российских танков. Хотя, по официальной информации, мне кажется, что больше. Потому что если 3.300, там было уже более 3.000 уничтожено. Но, тем не менее, Москва быстро израсходовала свой запас ракет, боеприпасов и снарядов. Один высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил The Times, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь. Ну, казалось бы, довольно перспективно звучат данные цифры и данные утверждения. Но не слишком ли оптимистично рассуждает издание, по вашему мнению? Ну, вообще, всякие инерционные прогнозы, они, как мне кажется, ошибочные. Я очень хорошо помню, как в Советском Союзе делались прогнозы на 2030-й, на 2050-й год. Рассчитывалось на рост народного хозяйства. Там рисовались какие-то кривые. Ну, а потом вот так получилось. Мышка пробежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Значит, что касается вашего сомнения, что была когда-то сверхдержава, ну, конечно, была. Советский Союз назывался. Это была, безусловно, сверхдержава. Рейган ее называл империей зла. Она действительно была сверхдержавой настоящей. Россия никогда не была сверхдержавой. Это тоже надо зафиксировать. Что же касается того, сколько потребуется лет для восстановления могущества, ну, здесь же вопрос в том, а сколько лет еще существовать этому историческому проекту под названием «Россия». С моей точки зрения он заканчивается сейчас, поэтому чего там восстанавливать. Я думаю, что мы сейчас присутствуем при завершении большого цивилизационного исторического проекта под названием «Россия». Вот где мы находимся. А что там, кто будет восстанавливать, это уже совсем другая история. Кто восстанавливал могущество Римской империи после того, как она исчезла? Началась другая история с другим народом. Ну, люди физически остались, но они стали называться иначе. Да, просто я смотрю комментарии экономистов и тех, которые все-таки остались в России, и тех, которые выехали из России. И так или иначе, смотрю, сходятся у них мнения по поводу того, что мы бедная страна, об этом пишет Наталья Зубаревич. А госпожа, сейчас я вспомню ее имя, я прошу прощения, про то, что авторитаризму мешают люди. То есть бедность победить нельзя, потому что сами люди мешают себе победить эту бедность. То есть это получается, что замкнутый круг? Ну, я привык, Наталья Васильевна Зубаревич, не глядя доверять в том, что касается региональной экономики. Это действительно эксперт номер один. Ничего похожего в России нет, да и за рубежом специалистов такого уровня по России не существует. Но что касается замкнутого круга, то я думаю, что проблема не в людях. Люди, те же самые люди, которые выезжают там за пределами России, за пределы России, становятся весьма и весьма успешными предпринимателями. И участвуют там и в Кремлевой долине, и в других странах, все у них получается хорошо. Но проблема в институтах. Проблема не в людях, проблема в институтах. Вот отсутствие институтов. И вот, например, в начале 90-х годов, буквально в первые самые годы после 90-го года, вместо того, чтобы заниматься глупостями, если бы реформаторы начали создавать институты и разрушать старые институты, такие как Комитет государственной безопасности, который надо было ликвидировать, просто ликвидировать, такие как государственное телевидение, создавали бы нормальные институты. Общественное телевидение, например, нормальную судебную власть и так далее. Ну, тогда бы была какая-то надежда. И с теми же самыми людьми. Я вспомню, да, вот я прошу прощения, Екатерина Шульман, чтобы не быть голословной, она вот как раз говорит про авторитаризму, люди мешают, она вот как раз и занималась развитием институции, но, как видим, теперь уже она сидит в Германии и вряд ли чем может помочь со стороны издалека российскому населению, как вы сказали, правильно? Популяция, я скажу. Популяция. Можно сказать население, граждане. В общем-то, я без всякого пренебрежения отношусь. Я часть этого населения, я часть этой популяции. Я себя ни с коим образом не отрываю. Я только поскольку хочу сказать по поводу людей, извините, мне кажется, это важно. Одни и те же люди в Южной Корее создавали одну страну, а в Северной другую. Разница между ними, там, генетическая еще какая-то, никакой нет между северными и южными корейцами. Разница в институтах. В одном случае от США, в другом случае от России. Игорь Александрович, вам большое спасибо за это общение. Игорь Яковенко, российский журналист и социолог, только что был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин